Первые звонки и волнения. Море цветов и нарядных одежд, счастливые улыбки детей и торжественно взволнованные лица взрослых. Первое сентября – долгожданный день как для первоклассников, так и для тех, кто не впервые переступает порог школы. Как в вашей семье встречают День знаний? Какие традиции сопровождают этот прекрасный день? Какие проблемы волнуют и какие надежды окрыляют вас, уважаемые ученики, вас, уважаемые родители и вас, дорогие педагоги? С такими вопросами мы обращаемся сегодня к вам, уважаемые телезрители. Тема передачи «Здравствуй, школа!» Уважаемые зрители, звоните, отправляйте ваше сообщение в Viber. Номер нашего телефона 34 22 43, ну а номер Viber вы видите на экранах. Первое сентября – это всегда ожидание чего-то нового. Есть мнение, что школьники, педагоги и студенты – это очень счастливые люди. Знаете почему? Потому что они Новый год отмечают два раза в год – 1 января и 1 сентября. Так ли это? Спросим у экспертов нашей передачи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рада представить Александру и Наталью Марченко, ученицу 5 класса средней школы номер 12 Гомеля и её прекрасную маму. Добрый вечер. Добрый вечер. И Ольгу Маручок, педагога-психолога этой замечательной школы 12. Добрый вечер, Ольга. И первый мой вопрос – как настроение и каким выдался сегодняшний день? Настроение отличное, потому что 1 сентября уже подошло к концу, уже как-то немножко выдохнули. А, вот почему? Выдохнули, немножко выдохнули, да, к вечеру. Александра, у тебя спросим. Отличное настроение. Мне очень сегодня понравился праздник. То есть не потому, что 1 сентября уже подходит к своему завершению, а потому что праздник понравился. Что сегодня хорошего, интересного было в школе? Сегодня в школе была линейка, там танцевали, пели, пели. Там был флешмоб, там были дети на гироскутерах, самокатах и роликах. Ты знаешь, Александра, я уже немножко тебе завидую, потому что я всего этого вот не смогла увидеть, понимаешь? Ну, кое-что видела, но вот детей на гироскутерах нет, не пришлось. Ольга, скажите, а для вас как много счастливых лиц вы сегодня увидели? Очень много. Первоклашки. Это просто замечательно. Вот эти вот маленькие, довольные, счастливые лица с букетами в руках, которые гораздо больше их самих размеров. Конечно, немножко взволнованные родители. По их лицам можно было сказать, что они волнуются гораздо больше, чем сами дети. Дети просто меньше знают. Может быть. Хотя о школе не могу ничего сказать плохого. Школа – это хорошо. Потому что много друзей, много достаточно знаний, ребенок всесторонне может развиваться. Школа у нас очень современная. В каждой школе множество кружков, множество различных занятий. И я хотела бы добавить у нас замечательные педагоги, которым всем мы передаем привет прямо сейчас. Я понимаю по вашим ответам, что 1 сентября – это действительно праздник. А вот какие традиции в вашей семье, может быть, из детства сложились, связанные с 1 сентября? Ну, для меня, конечно же, 1 сентября – это было всегда праздником, потому что я родилась в семье педагогов. Это с самого рождения. С самого рождения, да. Ну и заканчивая, даже не заканчивая, продолжая моим первым школьным звонком, почему-то этот день очень помнится мне до сих пор, может быть, потому что сохранились фотографии из детства. Вот, кстати, это ваша фотография. Давайте попросим режиссера. Вот вы на плече у десятиклассника, наверное, да? Да, нет, это уже был одиннадцатый класс. Да, с колокольчиком. А я хочу обратить внимание зрителей на восторженные лица пареньков, первоклассников, которые с завистью смотрят на Наталью и на этот замечательный колокольчик. Да, ну вот. То есть для меня вот с этого момента действительно это был праздник, и теперь продолжаем работать в школе сейчас, в детском саду. Для меня действительно это праздник, и вдвойне он стал праздником, когда мой собственный ребёнок пошёл в школу. Александра, мама торт печёт 1 сентября, скажи честно. Мама торт не печёт. Ну хотя бы шарлотку, яблок-то много. Ну, а есть какие традиции семейные? Ну, мы устраиваем праздничный ужин, и каждое 1 сентября мне дарят подарок какой-то. Ну, я хочу сказать, что пусть станет традицией приходить к нам на телевидение именно 1 сентября. Ты согласна? Каждый год. Ну и пусть, посмотрим, да? Ольга, у вас семейные традиции есть? Связанные именно с 1 сентября? Были до того момента, пока и я, и младшая сестра не закончили школу. Безусловно, это всегда был праздник, это был всегда торт, это всегда была крёстная дома, мама с папой, бабушка с дедушкой, вот, какие-то другие близкие родственники, там, дядя, тёти. Это всегда действительно праздник, это всегда было здорово, восторженно. Поэтому, вспоминая свои школьные годы, да, с такой ностальгией смотрю на этих детей и немножечко завидую. Хотите опять в первый класс? Да, да, да. Ну, у вас такая возможность есть, вы можете зайти в кабинет к первоклассникам, и даже не в один, и окунуться вот в это счастливое детство. Делаю это ежедневно. Делаю это ежедневно. Прекрасно, такую работу вы выбрали. Уважаемые телезрители, я хочу обратиться именно к вам. Пожалуйста, напишите нам в Вайбер о том, какие в вашей семье есть традиции, связанные с Днём Знаний, с первым сентября. Ну, а к Наталье я обращаюсь. Вот вы, мама пятиклассницы. Скажите, пожалуйста, насколько комфортно вы вошли в этот учебный год? Вошли комфортно, в принципе, ну, переживания были, конечно, потому что пятый класс, новые учителя, новый классный руководитель. Ну, в общем и целом, как бы, побыв на родительском собрании, как-то все подуспокоились уже, поняли, что в надёжных руках, в принципе, мы, поэтому как-то волнение ушло. Ольга, вот говорят, что родителям пятиклассников так же сложно, как родителям первоклассников. У них много неизвестности впереди. Это так? Конечно, это безусловно так. Дети, приходя в первый класс, также переходя из младшего звена в среднее звено, то есть в пятый класс, да, сталкиваются с проблемой адаптации, да. Дети немножко растеряны, можно даже так сказать. Как им помочь и как помочь сориентироваться родителям? Что вы посоветуете? В первую очередь, родитель должен быть для своего ребёнка не просто родителем, а другом, да. Если какие-то возникают спорные вопросы, да, с каким-либо учителем, решать только наедине с учителем, без присутствия детей, потому что это вопрос, так скажем, мамы либо папы и конкретного педагога. А может быть кто-то постесняется обратиться к педагогу? Этого не нужно бояться, да? Конечно, безусловно нет, потому что есть такие затяжные проблемы, да, которые в последующем перетекают в более серьёзные конфликты. И не дай бог, чтобы это доходило до директора. Есть момент, когда надо решить, так скажем, на том уровне, на чём оно началось. То есть если родитель не справляется, так скажем, самостоятельно, да, у нас в школе есть социальные педагоги, которые могут... Это не только в вашей школе, это в каждой школе есть, да. Это в любой школе есть социальные педагоги, психологи. То есть мы работаем постоянно, мы всегда готовы всем помочь, да, и когда ребёнок переходит в пятый класс, да, опять же, нужен режим дня, чтобы ребёнок вошёл в эту колею. Потому что учителя разные, да, как правило, младшее звено находится в одной части здания, старшая школа уже совершенно в другом. Детки путаются, теряются, куда, зачем идти. У каждого учителя свой подход, да, своя методика, то, как дети должны себя вести на уроках. Ну, это понятно, да, вот как им помочь, и как долго будет продолжаться вот этот период адаптации. Период адаптации, чтобы хорошо ребёнок адаптировался, он проходит 2-3 месяца. О, так долго, так долго. Это нормально. А, это нормально. Но если больше трёх месяцев, бейте тревогу, да? Не то, чтобы бейте тревогу, да, стоит, да, так скажем, более внимательно к этой проблеме подходить. Но у нас, вот, как и в любой школе, да, проходит, так скажем, анкетирование родителей, учеников и учителей. То, что нам помогает выявить уровень адаптации либо дезадаптации. На основании этих результатов, да, трёх сводных анкет психологи работают. Вот, вот, хотя некоторые могут адаптироваться и весь, да, так скажем, год. Весь учебный год? Да, это может быть достаточно... Это тоже норма? Не совсем. Мы таким детям помогаем, но это бывает затяжной процесс, потому что детям тяжело, на самом деле, очень тяжело перестроиться. А давайте мы спросим у Александры. Александра, вот ты сегодня, в первый день своего учебного года, ты пятиклассница, ты почувствовала вот эти изменения, которые тебя коснулись? Я имею в виду в твоём режиме. Вот, ты была в четвёртом классе, и вдруг после каникул уже в пятом. Что изменилось? Ну, вот появились разные учителя. И как, тебе понравилось? Испугало ли это? Ну, они строгие. Строгие тебе показались? Каждому учителю надо просто находить свой подход. Я не могу пока что этого сделать. Ну, за один день ты и не могла успеть, да, для того, чтобы найти подход к учителю, нужно, наверное, всё-таки не один день с ним пообщаться, а несколько четвертей. Кстати, не знаю, не тебе ли вопрос сейчас хочет задать наш телезритель. Мы слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. С днём знаний вас. Вас также всех с днём знаний. Как вас зовут? Меня зовут Владимир, я из Гомеля. Да, Владимир, пожалуйста, ваш вопрос. Вот, ну, я, наверное, буду не очень оригинален, потому что таких, как я, родителей повсюду очень много, но просто не каждому, наверное, удалось дозвониться. И вот мне, как счастливчику, постоянному вашему зрителю, посчастливилось дозвониться. И вот я хотел бы вкратце сказать, что хочу весь зал, всю студию поздравить с этим замечательным праздником. Всех родителей, всех родителей, всех деток, первоклассников, соответственно, всех учителей, которые приступили к своему нелёгкому труду. У меня взрослая дочь, но каждый год 1 сентября начинается с моего звонка дочери и поздравления. Это уже традиция, да? Днём знаний. Спасибо вам, Владимир, за ваши тёплые слова, за пожелания учителям, родителям и детям. Всего вам самого наилучшего, хорошего вечера, как минимум. Спасибо большое. Всем большущий привет. Хотел бы, чтобы сейчас моя речь закончилась аплодисментами в честь Дня знаний. Абсолютно точно. Аплодисменты. Спасибо, до свидания. Спасибо. Александра, ну вот я хочу спросить. Вот самое лучшее в школьной жизни, по твоему мнению, это? Это мои одноклассники, это мои друзья. Ты сегодня всех увидела? Да, ну, практически. Практически. Уважаемые телезрители, я хочу сейчас сказать, что в эту студию Александра пришла не одна. Ну, понятно, с мамой и папой. Она привела своих подруг. Ну, просто, ну, не смогла с ними расстаться после линейки. Александра, давай встречать девчонок. Проходите, девочки, пожалуйста. Ну, может, что-то споёте нам? Вот здесь обнимашки, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое. Проходите, пожалуйста. Эта зона сегодня ваша. Можно, Александра, ваш микрофон. Остальные можно положить сюда. Занимайтесь. Смотрите, сколько здесь всего интересного. Есть и доски для рисования, и разные книги, которые, кстати, предоставила Гомельская областная универсальная библиотека. Займётесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я к вам буду подходить. Ну, я к вам буду подходить. И прямо сейчас у меня уже есть вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот каким вам показался первый школьный день? Весёлым. Радостным. Александра? Очень познавательным. Познавательным. Прекрасно. Девочки, а с какими надеждами вы встретили новый учебный год? Вот, Ангелина, к тебе. Я встретила новый учебный год с радостью, ну, с радостью познаний. Вот, надеешься на новые знания. Да, и надеюсь, что дальше год будет таким же хорошим, и что будет дальше так же хорошо, как было и сегодня. Нет, Ангелина, будет ещё лучше. Ну да, это... Хотелось бы ещё больше, да. Больше всего хорошего. Скажи, пожалуйста, традиции 1 сентября какие в семье? Мама торт печёт? Нет. Нет? В парк идёт вместе с тобой? И на телевидение? Конечно. А с какими надеждами встретила ты учебный год? Ну, я надеюсь, что в этом учебном году я не только приобрету новые знания, но и много новых друзей. Ой, прекрасный ответ. И девчонки, вы меня просто порадовали. Спасибо. Занимайтесь, пожалуйста. Я вижу, что у вас глаза горят, и вы просто не можете удержаться от того, чтобы не начать рисовать или рассматривать новые книги. Ну, а обращаясь к взрослым, я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о первосентябрьских традициях. И через несколько мгновений мы расскажем о тех, для кого 1 сентября – безусловный праздник, и кто готов сделать учебный процесс очень информативным и плодотворным. 1 сентября – это праздник не только школы. С началом учебного года, безусловно, оживают читальные залы библиотеки. И сотрудники храма книги приглашают в литературные путешествия и развивающие программы. В этом году День знаний пришелся на начало декады современной белорусской литературы в Гомельской области, которая, кстати, посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. О том, как в библиотеке совмещают эти два события, расскажет наша гостья. Я приглашаю в студию Светлану Крылову, сотрудника отдела редкой книги Гомельской областной библиотеки. Добрый вечер, Светлана. Я смотрю, что вы принесли интересные предметы, очень знакомые мне некоторые из них. Совершенно верно. Они из музея? С музея редкой книги. Порой к нам приносят либо читатели, либо мы находим в оставленных книгах на абонементе. Вот здесь различных периодов. Читательские билеты. Да, читательские билеты. Очень интересно. Значки. О, значки. Смотрите, смотрите, у меня все три такие есть. Соктябряцкий, пионерский и комсомольский. Наталья? Только один. Только один. Ольга? Нет, у меня такого нет. Я родилась не в тот период. Да что вы! Это было после того как. Ну вот, смотрите, как они выглядят. Да, очень здорово. И вот, еще поностальгировать. Возможно, захочется телезрителям. Вот такой вот замечательный. Замечательный, первосентябрьский, белый, торжественный передник. Вот у меня на моем передничке первого класса были именно такие кружева. Видимо, это моей поры. Наверное. Наталья, у вас не такой? Это у меня был гипюровый уже. Ну, конечно. А мы вот в таких атласных. Тоже неплохо, кстати. Спасибо. Света, просто замечательное ощущение после того, как мы увидели эти прекрасные предметы. А лично для вас 1 сентября это праздник? Для меня это перенос в детские воспоминания, в детские эмоции. Поэтому, да, несомненно, праздник. А что помнится больше всего? Помнится ожидание встречи, надежды, мечты и рассказы родителей, как ходили мои братья и сестры в школу 1 сентября. Очень здорово. А вот сегодня в библиотеке чувствовалось это праздничное настроение? Даже не только в библиотеке. Это и кинотеатры, и различные учреждения культуры. Все были переполнены детьми, родителями, группой поддержки, несомненно. Ну вот, кстати, эту дату, 1 сентября, в библиотеке совместили два события. Декады современной белорусской литературы, да? И в День знаний. Да. Собственно, сегодня прошли славянские литературные дожинки в Гомельской областной библиотеке. И мы съездили в кинотеатр Калинина, где детям рассказали о 500-летии белорусского книгопечатания. И наградили их небольшими сувенирами. Это очень здорово. Учебный год начался. Вот что библиотека может предложить сегодня школьнику в помощь к учебе? Ведь у каждого есть планшеты, компьютеры, интернет. Чем может помочь библиотека? Ну, несомненно, кроме книг, это и мастер-классы, и квесты, основанные, скажем так, и на традициях белорусского, не только книгопечатания, но и белорусской культуры. Также возможность перенестись, скажем так, и своими ручками сделать рушник, предположим. Это мастер-класс? Это, да, и мастер-класс, и открытие выставки будет буквально скоро, и все желающие на Библионочь 15 сентября могут прийти и убедиться в этом. Я вам скажу, уважаемые телезрители, в библиотеке можно даже попробовать сделать самостоятельно, собственноручно бумагу. Представляете, бумагу, буквицу изобрести свою собственную. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, Светлана, вот произведения каких белорусских писателей вы бы посоветовали детям почитать? Вот сейчас декада современной белорусской литературы. Я одна вот по-белорусскому пропоновала вам отказать, ну, коли это дозволяется. На белорусском не скажу, потому что... Я вас поднимаю. Дякую, дякую. Произведение из последнего, с чем мы познакомились, это Надея Ясминска. Так, так, так. Сучастная авторка. Так. Твор на русском языке, значит, на спине ласкутного дракона. Дяучатки, вы чуете? На спине ласкутного дракона называется твор. Обовязково зайдите в библиотеку и попросите почитать. Это для такого взрослых? Совершенно верно. И даже можно лучше сделать. И телезрителям в том числе сейчас можно зайти в нашу группу ВКонтакте Ленинка и скачать в PDF-формате эту книгу. Я зарубила помылку. На спине ласкутного дракона так по-белорусскому учить. Светлана, а что пропонуете для захования нашей белорусской мовы и для просовывания белорусской литературы у массы? Ну, если, скажем так... Может, мероприемства какие? Во-первых, у нас есть народно-любительский театр «Грачи», который ставит различные постановки по литературным произведениям как современных, так и классиков литературы, и белорусской в том числе. Вот, предположим, «Черная панна не свижу». Мы не так давно... Скажем так, у нас состоялась премьера, и все желающие опять-таки могут приходить к нам в библиотеку и смотреть этот спектакль. И не только этот, конечно же. Так что милости просим. И плюс, опять-таки, у нас есть славянская библиотека, где очень много мероприятий, и на белорусском языке в том числе, и приглашают писателей, современных в том числе. На встречи. На встречи, да. С детьми и со взрослыми. На презентации книг, да. Но очень не хотелось бы, чтобы после первой декады сентября, вот этой декады современной белорусской литературы, белорусскую книгу поставили подальше на полку, и больше к ней не возвращались. Очень хочется, чтобы звучала белорусская речь, и была востребована современная и, скажем, может быть, и несовременная белорусская литература. Ну, каждую среду у нас такое негласное решение говорить именно на белорусской мове. Приглашайте, приглашайте, конечно. Скажите, Ольга, вот насколько современным детям необходимо посещать библиотеку? Это нужно? Я думаю, что да. Или достаточно компьютера? Что вы скажете? Я думаю, что, несмотря на то, что мир современный, да, столько технологий, инноваций, я думаю, что детям полезно. Все-таки книга, ощущение того, что ты читаешь, ты держишь эту бумагу, да, я думаю, что можно больше углубиться в чтение. Это гораздо интереснее, полезнее, да. Чем читать с электронного носителя. Чем, да, читать с электронного носителя. Я хочу сказать, что в библиотеках всегда очень интересные специалисты. Они расскажут так много интересного. И на мастер-классах предложат сделать такое, что точно дома не сделаешь. Ну, а в школе, может быть, педагоги с удовольствием бы этим занялись, но времени у них гораздо меньше. У них очень много заданий по программе. Вы не поверите, уважаемый участник, очень много у нас сообщений в Вайбере. Я хочу почитать только некоторые. Поздравляем учителей 51-й гимназии с Днем Знаний. Написала Кудзинова Наталья. Лю, это так, имя. В нашей семье 1 сентября это большой праздник. Моя мама и сестра работают в сфере образования. Поздравляем всех педагогов и учащихся с Днем Знаний. Елена Резник пишет. Поздравляю педагогический коллектив 57-й школы с праздником. Творческих успехов. Резник С.А. И просто номер телефона не подписались. Поздравляю свою дочь Хурбатову Настю, первоклашку средней школы номер 42 и ее первую учительницу Богданову Лилию Леонидовну с Днем Знаний. Поздравляем первый класс средней школы 42 с Днем Знаний. И учительницу Лилию Леонидовну. Ура! Вот такие замечательные поздравления. И Наталья прислала. Поздравляем всех учителей детей с Днем Знаний. Пусть наступивший год будет творческим и креативным. Родители и коллеги. Сегодня белорусские школьники вернулись в учебное заведение. Их ждут 9 месяцев достаточно напряженной учебы. Их ждет общение с учителями, выполнение домашних заданий. Однако в 2017-2018 учебном году родителей и детей ждет ряд новшеств системы среднего образования. О первосентябрьских традициях, надеждах, которые окрыляют, и проблемах, которые волнуют учеников, родителей и педагогов, говорим мы сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель». И я рада представить вам, уважаемые телезрители, Людмилу Крилестенко, начальника отдела образования спорта и туризма Гомельского горосполкома. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена. И Александра Пахучева, директора гимназии номер 51 Гомеля. Добрый вечер, Александр Павлович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с утверждением, что Новый год педагоги и ученики отмечают два раза в год? И что этот праздник радостный? Ну, я не просто согласна, я в этом уверена. Действительно, это так. Два раза в год – Новый год. Поэтому и сегодня мы услышали выступающих, которые были перед нами. Все подчеркивали о том, что это радостный праздник, это счастливый праздник. Это светящиеся глаза детей, радостные взгляды родителей. И, конечно, это праздник надежд, что все получится, все будет хорошо. А вы помните, Людмила Владимировна, как девчонки говорили, мы надеемся, мы хотим, что этот год будет. Это замечательно, чтобы не надеяться и хотят, и обязательно у них будет этот год успешным и хорошим. Ставим Владимировна, согласен ли ты, истинный Александр Павлович? Ну, конечно же, два-два Новых года. Разные немножко ощущения. Понятно, что там снег, тут солнце, там Дед Мороз, тут колокольчик. Но, тем не менее, радость, что 1 января, что 1 сентября практически одинаковы. Александр Павлович, а сколько лет вы в образовании? В образовании, ну, в самом, есть как учитель 33 года. Скажите, ну, до этого у вас же были студенческие годы, школьные годы, правильно? Какие традиции семейные? Не только школьные, студенческие. Дело в том, что у меня мама, к сожалению, ее нет в живых, она учитель начальных классов, поэтому для меня школа фактически вот как... С рождения, как и для Натальи, раз мама педагог, значит так. Да, 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 да. Вот помнишь все эти праздники, 1 сентября. А традиции какие? Ой, традиции разные, семейные были, потому что мама учительница, две меньше сестры, конечно, все праздник, все, ну, как обычно, в сельской школе. Уже когда стал студентом, там немножко другие традиции, учительские, ну, когда уже женился, дома обязательно жена торт печет, и сегодня, а сейчас уже и внучки. Это очень здорово. Вы знаете, я здесь прочитала одно сообщение, мне так понравилось, сейчас, если найду, так, 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 то, что пекут Наполеон, и вот, мы печем Наполеон именно 1 сентября, чтобы не знать поражений и всегда стремиться к успеху. Попковы. Хороший вариант, правда? Лена, вы сейчас будете смеяться, у нас сегодня праздник был, 1 сентября, и потом у нас были гости, и именно торт Наполеон принесли, там, родители, да, да, и вот сегодня, да, да, да. Важно, что в смысл вкладывают, понимаете? Ну, там не смысл, но так получилось, вы говорите, да. Очень здорово, Людмила Владимировна, скажите, какое настроение сегодня на линейках царило? Вы знаете, сегодня, будучи на линейках, специалисты в отдел возвращались, говорили, только радостное, только счастливые лица были сегодня на линейках, поэтому радость, встреча со школой, радость родителей, что дети идут в школу, и в целом, что начинается учебный год. Здорово. Александр Павлович, а к вам обращаясь снова о традициях, вот скажите, пожалуйста, стало ли доброй традицией на линейке в гимназии номер 51 представлять победителей Олимпиад и их награды? Всему школьному, скажем так, коллективу. У нас и на празднике последнего звонка, и первого звонка, безусловно, мы очень большое внимание уделяем поощрению наших одаренных учащихся, и десятку лучших гимназистов, медалей памятной с дипломами, и лучших спортсменов и так далее. Вот здесь набор наград. А вот сегодня, на празднике первого звонка, я вот специально в ходе своего выступления взял в руки 8 медалей, которые завоевали наши учащиеся на международных олимпиадах. Ну, много это или мало, я хочу сказать, что в Гомельской области их 10, 8 это 51. Это ваше, да. И вот я просто, если можно буквально, не называя даже фамилии, вот золотая медаль по математике в Бразилии. Вы, пожалуйста, приподнимите так, чтобы все ее увидели вот так, на ту камеру. Это Бразилия, Рио-де-Жанейро. Это Москва, МГУ, Ломоносова, это по программированию. Это Румыния, турнир юных математиков. Заметьте, уважаемый телезритель, Александр Павлович знает, даже не прочитывая, куда и что. Это восьмая европейская олимпиада среди девушек в Швейцарии, в Сюрихе была. Это Тегеран, бронзовая медаль по информатике в Иране. И три медали с Казахстана, тринадцатая журналистская олимпиада по математике и информатике, два золота и бронза. Поэтому в сумме восемь. Ну это там, где давали медали. А есть еще турниры, конкурсы, где не давали, а есть дипломы. Александр Павлович, вы подумайте, как ответить на мой вопрос следующий. Знаете секрет взращивания вундеркиндов? А пока вы думаете, мы слушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы звоним вам из городского поселка Лоев, Гомельская область. Очень приятно, Лоев, мы вас приветствуем. Мы хотим сегодня, 1 сентября, поздравить всех участников нашей страны, мам, бабушек и дедушек с этим днем знаменательным. Мы всегда отмечаем этот праздник. И сегодня мы собрались за семейным столом и даем напутствие нашему выпускнику 11 класса Лоевской гимназии родственные и напутствие. Это очень здорово. То есть с добрыми, самыми наилучшими пожеланиями. И также мы хотим от всей души поздравить наших учителей Лоевской гимназии за их терпение, труд, за доброту. И всего им самого наилучшего. А также поздравляю учеников этой же гимназии, выпускников. Пусть у них сбудутся все их мечты. И пусть они найдут праздную дорогу в жизни, чтобы все у них получилось так, как они мечтали. А мы, мамы, бабушки, папы и дедушки будем за них переживать и поддерживать всячески. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за то, что вы смогли дозвониться и высказали такие прекрасные слова. Ну, я эти слова передаю всем, имеющим отношение к школе во всей Гомельской области, как минимум. Спасибо вам большое. Александр Павлович, ну а теперь ответ на вопрос. Секрет взращивания вундеркиндов знаете? Вы не поверите, сейчас будете все улыбаться. Но это просто колоссальная работа каждого учителя. Работа, работа, работа. Вы знаете, для того, чтобы вот Егор Дубой привез в Бразилию золотую медаль по математике, вот мы с Егором беседовали, он ежедневно 8 часов и самостоятельно, и вместе с нашим прекрасным учителем математики Струком Александром Николаевичем, потому что 4 вот здесь победы, это, грубо говоря, победы и Александра Николаевича Струка, и еще 6 победителей Республиканской олимпиады по математике и так далее. И вот наблюдая за другими учителями, это действительно колоссальный труд. И причем, знаете, это не связано там с заработной платой, с деньгами и так далее. Вот, знаете, вот мне везет на хороших учителей. Но это, знаете, еще, наверное, у этого учителя и азарт, когда он видит отдачу и чувствует... Знаете, вот когда провожал его на Республиканской олимпиаде, я говорю, Саша, ну ты не переживай, ну сколько возьмешь, столько возьму, два, мы будем рады, три и так далее. Он мне говорит, Александр Николаевич, кто бы говорил, да, чтобы не переживать. Хотя на меня он смотрел тоже как... Понятно, что Максим, и я по натуре максималист, и стараюсь, чтобы меня такие коллеги тоже окружали максималистов. Уважаемые участники передачи, я уверена, что среди активно обсуждаемых тем на кухнях в вечернее время это изменения, которые коснулись системы образования в этом учебном году. О них мы обязательно поговорим. Именно на них я и ориентирую наших телезрителей. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Не только поздравляйте, но и задавайте вопросы, поднимайте, может быть, какие-то темы, которые вас волнуют. Как родителей, как бабушек-дедушек, как педагогов, может быть, даже и как учеников. Ну, а я сейчас предлагаю обратиться к девчонкам и узнать, знают ли они о нововведениях, что-то они почувствовали, девочки? Кто может мне ответить, вот чем этот учебный год отличается от тех, которые были раньше? Добавились новые уроки. Это, ну, из четвертого класса ты перешла в пятый, да? У тебя добавились новые уроки. А в целом в школе что изменилось? Кто знает? Ну, руку поднимите, чтобы я ориентировалась. Что изменилось в школе? Вот вы сегодня пришли 1 сентября, новый учебный год. Что изменилось? Что нового? Может, уроки короче стали? Ангелина, так, пожалуйста. Ну, изменилась сама обстановка, нового учителя, и из-за этого зависят наши уроки. Ну, как, ну, мы привыкаем еще. Вот. Так, я поняла. Девчонки, значит, вас родители еще не озадачили, да? И не рассказали, что будет нового. И учителя, может быть, не посвящали. А на себе вы пока не почувствовали изменений. Ну, подождите. Ну, а новые учебники видели? Да. Ну, так что ж молчите. Новые учебники. Абсолютно новые, красивые, красочные? Да. Так, хорошо. Новые друзья. Новые друзья. Ну, а сейчас я попрошу еще отчет о том, что вы из новых книг увидели здесь, вот на этой площадке. Кстати, книги из областной библиотеки, из Ленинки, так говорят. Саша, что тут хорошего, интересного? Мне вот это понравилась книга про птиц, потому что она со звуками. Поющая книга, да? Ее открываете? Очень здорово. Ну, нужно сказать, что мы, находясь на той площадке, почувствовали. Девчонки, вам здесь интересно? Да. Ну, играйте дальше. Вот, очень интересная была. Книга 3D. Можно, хотелось бы взять их, когда, ну, домой придем. Ну, домой вряд ли. Ну, не домой, да. А вот если в читальный зал придешь, то я думаю, что это позволят. Спасибо большое. Девчонки, занимайтесь. У вас много всего интересного. Спасибо большое. Я иду на свое место. И хочу теперь со взрослыми поговорить о тех изменениях, которые коснулись этого учебного года. Вот буквально тезисно. Какие новшества, скажем так, были введены в этом учебном году? Людмила Владимировна, на вас смотрю. Давайте тогда определимся все-таки совершенствование системы общего среднего образования, в целом образования в Республике Беларусь. Первое. Учебные программы, изменения учебных программ. Третьи и седьмые классы. С прошлого года у нас первые, вторые, пятые, шестые и десятые, одиннадцатые. Новые учебники. Третьи и седьмые классы. Введение дополнительного часа математики в седьмом классе. Так. Стало пять учебных часов вместо четырех. Увеличилось. Увеличилось количество часов. Минус один час в седьмом классе химии, так как химия носит ознакомительный характер. И у нас физика плюс один час в седьмой класс, два часа мы изучаем физику. В целом, наверное, все назвала Александр Павлович помогать. По-моему, по учебному плану прошла. Продолжайте искусство. Поэтому там, где остались старые учебники, темы скорректированы. Также скорректированы темы по математике и по физике, чтобы они дублировали друг друга и были близки и похожи. Ну вот вы сказали о новых учебниках. В чем принципиальное отличие новых учебников от старых? Содержание учебного материала. Его изложение. Над новыми учебниками было поочеркнуто, что работали не только ученые, но и педагоги практики. В частности, вот 10 учителей города Гомеля также участвовали в разработке и апробации учебников. А я вот слышала, что абсолютно новые учебники, полный комплект именно для учеников третьих и девятых классов. Третьи и седьмые классы. Седьмые, я живу. Да, разработана полная линейка для седьмых классов. Очень здорово. Все ли школы обеспечены новыми учебниками? Да, по тем предметам, где выпущены были новые учебники, все школы обеспечены. Не хватает. Нет такого, что один учебник на троих учеников? Нет, такого нет. Абсолютно нет. Да, сегодня только педагог, если вдруг там уже такая ситуация сложилась, вот комплекту педагогу не достался. Ну, простите, я просто помню свои школьные годы, и такое бывало, когда мы передавали учебник, поэтому, ну, я так интересуюсь. Сегодня у нас очень отработана данная система. Даже если не хватает учебников, у нас есть областное управление образования, институт развития образования, где мы делаем свои заказы, оставляем свои заявки, обмениваемся между районами. Такая ситуация была в Гомеле. Мы действительно несколько учебников, несколько видов учебников забирали в других районах, поэтому наши школьники все обеспечены учебными пособиями, учебниками. Светлана пишет, учебники новые, нет, программы новые, а учебники старые, как быть? Я проговорила о том, что скорректированные темы, методические рекомендации разработаны для каждого предмета, они уже были размещены, методические рекомендации, по-моему, с 1 августа, если не ошибаюсь, на национальном портале. Поэтому если кто-то еще, либо учителя, либо кто не скорректировал, я, конечно, такого думаю, что у нас уже нет, могут обратиться и посмотреть. Но родители просто не знали, поэтому задавали этот вопрос. Большое спасибо. Уважаемые зрители, более детально об иных новшествах учебного года мы поговорим после рекламной паузы. Звоните, пожалуйста, 34 22 43, отправляйте ваше сообщение в Вайбер с вашими вопросами. Номер вы видите на экранах. Уважаемые телезрители, как в вашей семье встречают День знаний? Какие проблемы волнуют и какие надежды окрыляют вас, уважаемые родители, педагоги и ученики? Звоните 34 22 43 и пишите в Вайбер. Номер вы видите на экранах. Ну а я напомню, что в разговоре о первом сентября, о школе, о том, что наступил новый учебный год, принимает участие Наталья Марченко, наш эксперт, мама пятиклассницы, Людмила Крилестенко, начальник отдела образования спорта и туризма Гомельского горосполкома, Александр Пахучий, директор гимназии номер 51 Гомеля. Скажите, пожалуйста, Людмила Владимировна Александровна Павлович, Наталья, в котором часу ученики пойдут в школу в понедельник? В понедельник учащиеся пойдут в школу. В тех школах, где у нас две смены, занятия будут начинаться в 8.00 либо в 8.15. Односменные школы будут работать в 8.30 либо в 9.00. Решение принималось непосредственно в каждом учреждении образования при участии родительской общественности, попечительского совета. Поэтому отработан этот вопрос в каждом учреждении. И на сайтах учреждения образования вся информация о начале занятий есть. Если кто-то опоздал с отдыхом, можно найти на сайте учреждения образования? Конечно, на сайте учреждения образования. Учебные занятия будут начинаться в 8.30. Мы, Юлия, я и администрация аргументировали перед родителями. Тоже было такое большое собрание родительское. У нас гимназия находится в другом конце города. Но она как бы востребована. И очень много из железнодорожного района, из района Волотовы, Новобелецкого, района Урицкая приезжает. Поэтому в 8.30 наиболее оптимальный вариант, чтобы действительно дети успевали. Да, и учителя у нас разбросаны практически по всему городу, в разных концах города. Во всяком случае, мы вот прямо с понедельника создали такую рабочую группу. Будем мониторить каждый день и посмотрим, насколько это удобно. Насколько успевают? Наталья, в 12-й школе как? У нас есть дни с 8 часов занятия. Есть день, когда к 9 детей приходят. Это в зависимости от того, как сложилось расписание, наверное. Да, в зависимости от расписания, конечно. Я думаю, что, скорее всего, да. Ну, поэтому как бы так. Ну, с 8 очень даже удобно. С 9, ну, я как эксперт могу бы сказать, мне не некоторых родителей. Я слышала, ну, как бы волнуются по поводу того, что дети остаются одни дома. Ну, я слышала, что в каждой школе, школа любая, школа будет работать с 8 часов. С 7-ми, 40-ка, как и работали, как и ранее. У нас с 7-ми, 40-ка всегда есть администраторы. То есть можно ухождение образования. У нас, как у пятиклассников, извините, приведу, да, у нас были волны. Потому что мы, когда шли на собрание, мы не знали этих нюансов. То есть мы уже волновались. То есть, я же говорю, когда прошло родительское собрание, наш новый классный руководитель растаяло все на места, решило на все, ответило на все наши вопросы. Ну, мы уже как-то стали более спокойны. 12-я школа в две смены работает, поэтому здесь расписание для того, чтобы выстроить, чтобы не заканчивалась вторая смена позже 19.30, и чтобы были все перемены по санитарным нормам выстроены. Поэтому с 8-ми утром. Скажите, пожалуйста, а перемены и перерыв между первой и второй сменой сокращены значительно? В санитарных нормах и правилах прописано. Перемена должна быть не менее 10 минут между уроками, перерывы между сменами не менее 15 минут. Вот то, что внесено, какие изменения в санитарные нормы и правила. Здесь у меня вопрос от Игоря Сергеевича. Насколько оправдано сокращение перемен? Ведь детям, особенно младшим школьникам, трудно высидеть из 45 минут урока. А теперь еще и времени для отдыха станет меньше. Оказывается, не станет меньше. Ну, перемена 15-20 минут, перемена 10 минут. Здесь, опять-таки, учреждение... А, станет все-таки, сократили, да? Где-то в какой-то школе оно останется. 10 минут должна быть перемена, если никто в столовой не обедает. Поэтому это минимум, который есть 10 минут. Чаще всего перемена с 15 минут. И выстроена сакра с питаниями. Упевают дети за 15 минут поесть. Я проговорила, что не менее 10 минут. Все перемены, потому что с питанием связано. 15 – это оптимальный вариант. Еще один вопрос, который волнует всех. Это действительно интересный такой вопрос, который затронул, может быть, чувства, воспоминания. Вот ваше мнение. 5 или 10 баллов, Людмила Владимировна? Мое мнение... Давайте не забывать, что 10-бальной системе 15 лет. Поэтому уже выросло целое поколение на 10-бальной системе. Сегодня у нас личностно ориентированный подход в образовании. Поэтому вариативность 10-бальной системы намного выше, чем 5-бальная система. Я работала и при 5-бальной системе, и училась сама по 5-бальной системе. Работала при 10-бальной системе. И все равно, возвращаясь и анализируя, я считаю, что 10-бальная система на сегодняшний день, она более вариативна и, наверное, более приемлема. Что вы, Александр Павлович, считаете? Не, ну Людмила Владимировна ответила. Ну, по большому счету... Ну, может, вы там где-то вот соскуете по 5-бальной, как в школе. Все равно нужно учиться, стараться. А уже по какой системе? 10-бальная, мне все-таки вот Людмила Владимировна права. Она более вариативна, она дает возможность все-таки более объективно оценить знания учащихся. Я тоже согласна. Пыталась несколько раз ответить на этот вопрос, сама себе его задавала. Ну, я абсолютно согласна, потому что вариативность отметок все-таки больше в 10-бальной системе. Очень много поздравлений, очень много, но я все-таки вопрос Юлии зачитаю. Здравствуйте, подскажите, а когда появится в продаже календарно-тематическое планирование для первых-четвертых классов? Видимо, педагог пишет. Можете ответить? Ну, наверное, этот вопрос я не отвечу. Не знала вообще, что его даже нет в продаже. Не могу ли. Если у Юлии есть контактный телефон, то мы с ней созвонимся и ее прокомментируем. Нет, так мы вот через глобус получили все, мне кажется, там есть первые-четвертые. Ну, она спрашивает именно по продаже. Может быть, именно в продаже. Я уж здесь улучшу секундочку и скажу, что мы получили поздравление с новым учебным годом от Юрия, который к семье Ковальчук обращается с Днем Знаний, семью Григорьевых и их сына или Александра, сейчас уточню, Александра, да, Александра с Днем Знаний. Дальше. Сына Елисея с Днем Знаний и всю гимназию номер 10. Просто море поздравлений. И есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, как вас зовут? Екатерина Павловна. Екатерина Павловна, да, с Днем Знаний вас. Мой внука, выпускника. Он последний, вот, вот, будет ходить в школу. А второй ученик. Пошел в первый класс. Тоже хочу поздравить своего внука с началом учебного года. Пожелать им все доброго, хороших оценок, учителям терпения, здоровья, мудрости. Все хорошее. И дай Бог всем здоровья. И ученикам, и учителям. Спасибо большое. Вот как бы мы не направляли наших телезрителей говорить о проблемах, вы знаете, поздравления превалируют. Я сейчас сидя в кресле вспомнил, что у меня сегодня что же. Одна внучка пошла в первый класс, а вторая в одиннадцатый. Выпускница. Александр Павлович, мы вас поздравляем. Это же надо только к вечеру вспомнить. Ну, поздравили же с праздником. Наполеон же был, был, так. Нет, ну еще будет. А, еще будет. А как решается вопрос организации школам спонсорской помощи? Вот этот вопрос хочу озвучить вам. Ну, я имею в виду, вот, сборы с родителей. Ну, вот я и ждала, что же все-таки будет дальше в вопросе. Да, да, да. Как я красиво, да. Ну, давайте так скажем, что у нас отрегулирован этот вопрос еще был в прошлом учебном году. Вышли законодательные документы. Было четко разъяснено, что роль попчительского совета должна быть прежде всего. Упрощена роль родительских комитетов. Поэтому сегодня сборы, если мы говорим о наличных денег родительских, такого вообще понятия в учреждении образования не существует. Если родители решают оказать помощь, благотворительную помощь, благое дело, она будет носить только добровольный характер, только через расчетный счет. Роль попчительского совета не только, скажем так, попросить денег у родителей, но это и роль, чтобы сходить к шефам, чтобы сходить и найти где-то деньги в организации, привлечь спонсорские средства. Поэтому сегодня у нас этот уже момент отработан. Если какие-то единичные случаи появляются, сборы наличных денег, то они буквально будут решать моментально. Это какая-то самодеятельность внутри учреждения образования. Я только хотела спросить, а что если родителям на родительском собрании педагог или представитель родительского комитета скажет, давайте тряхнем стариной, как раньше, соберем деньги на банку краски или на новый забор? Как реагировать? Давайте так немножко смоделируем по другому ситуацию. Давайте вот я принесу краску, а мы вместе все покрасим. Почему бы нет, да? Деньги не встали. Сегодня в любом случае должна быть прозрачность во всем. Шутки шутками, но действительно сегодня регламентировано все, поэтому оказывается помощь через расчетный счет. У нас есть великолепные примеры, когда деньги используются по общительским советам не только на укрепление материально-технической базы, но и на помощь детям, которые в этом нуждаются, которые сегодня оказались в какой-то тяжелой жизненной ситуации. А также, например, в 51-й гимназии, где в общительский совет чествует всех одаренных детей, и деньги тоже выделяются на эти нужды. Очень много вопросов насущных. Ну, наверное, я хотела спросить о шестом школьном дне. Кстати, он будет, да? Шестой школьный день, как был, так он и будет, конечно. И он работает для всех школьников, да? Для учеников всех классов. С первого по одиннадцатый класс. И тоже начинаться будет точно так же суббота, как и другие. Нет, давайте так распределим, что у нас учебная пятидневная неделя, а шестой школьный день, он как и был, если это учебное факультативное занятие для девятых, одиннадцатых классов. А далее идет наполнение. Это не классные мероприятия, спортивные мероприятия, это экскурсионная деятельность. Сейчас у нас отдается предпочтение трудовому воспитанию. Это волонтерские, тимуровские отряды, сервисные отряды. Поэтому профессиональные субботы у нас сейчас проводятся, университетские субботы. Шестой школьный день достаточно оформленный. Звонок мне подсказывает. Спасибо, Людмила Владимировна. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите только, как вас зовут, чтобы мы знали, как обращаться к вам. Меня зовут Александр Анатольевич. Очень приятно. Я долгое время отработал в гимназии номер 51 с руководством Александра Павловича. Я большой привет ему передаю. Поздравляю всех присутствующих. Желаю им творческих успехов в новом учебном году. Вопрос у меня к Александру Павловичу такой. Александр Павлович, а как с новыми учебниками в гимназии в этом году? Потому что вот программы новые, а учебники как в наличии учебников? Спасибо, Александр. Мы уже говорили. Да, учебники практически все обновлены. И я сейчас не помню точное количество. Но кажется, 31 наименование именно для гимназии. 30 учебников. Да, да, да. Получили. Уже и получили. Да, да, да. И всем ученикам не хватило, Александр Павлович. Вот сегодня я буквально вечер разобрал заведующую библиотеку. Он сказал, проблем нет. Все, все получилось. Но у нас 4, 8, 9 класс, они занимаются по старым учебникам. Должны здесь тоже понимать родители, что мы же не говорим о полном замене учебников. Да, и что наименование вообще учебников там может под 100. Очень хочется поговорить и о школьной форме, и о питании. Но все-таки, наверное, выбираю питание. Именно этот вопрос волнует многих телезрителей. Полноценное питание и перекусы в школьных столовых. Как питание будет организовано в этом году? И вот что я еще хочу спросить. Характерно, что в начале нового учебного года госконтроль выявил массовые нарушения в этой сфере. Но по сообщениям официальных СМИ о нарушениях в Гомельской области сообщено не было. Все ли здесь благополучно у нас? Мы стараемся держать руку на пульсе, чтобы у нас было все действительно благополучно. Организацией питания в школах и гимназиях занимается комбинат школьного питания, который имеет целый штат своих технологов, которые разрабатывают цикличное меню, которые отслеживают качество питания. Также роль за качеством питания, контролем качества питания у нас возложены на руководители учреждения образования. Поэтому питание у нас полноценное. Если это учащиеся, которые учатся у нас без посещения группы продленного дня, одноразовая группа продленного дня, двухразовое питание, плюс за счет дополнительных средств у нас еще и полудники представляют. И ко всему еще городской центр гигиены и педагогии, ну, таким тотальным контролем держит учреждение образования, там, хочешь не хочешь, там должен быть порядок. Ну, хочу вопрос эксперту задать. Вас устраивает? Меня очень устраивает, потому что моя Саша, допустим, ест только школьные котлеты. Как бы я ни старалась делать их дома. А вы знаете, это все дети, да. Вот почему-то только школьные котлеты. И вот салат она тоже почему-то ест только в школе. Поэтому, в принципе, питание в нашей 12-й школе меня очень устраивает. И устраивает буфет, который там работает. И все-таки, очень быстро, как будет решаться вопрос со школьной формой? В этом году она такая, какой ее приняли каждая школа в отдельности? Да, в соответствии с уставом учреждения образования по решению, опять-таки, попечительского совета, школьная форма, но все равно от делового стиля одежды ни одно учреждение образования не отходит. Вот мне подсказывают, что есть звонок, мы просто не можем дать его уже в эфир, потому что уже время программы завершено. Это обязательно носить школьную форму или это просто рекомендовано? Вот такой вопрос под кавыкой. Ну, если мы вернемся сегодня к педагогическому совету, который прошел республиканский 24 августа, там четко обозначил позицию и глава нашего государства. Дресс-код не только в одежде, но и в прическе. Это очень здорово. Это дисциплинирует. Поэтому мы, наверное, ответили на вопрос, кто там задавал, чтобы было понятно. Я хочу поблагодарить всех наших телезрителей за множество сообщений. Поздравления от Алены. Гимназия номер 51 поздравляют. От Юрия. Номера телефонов указаны. Дайте детям возможность побыть в субботу с семьей дома. Перестаньте заставлять ходить обязательно в субботу. Вот этим вопросом, наверное, мы завершим обсуждение. Это обязательно присутствует в субботу? Это учебный день? Учреждение образования должно так наполнить субботний день, чтобы детям было интересно. И чтобы не было вопросов оставаться дома, либо идти в учреждение образования. Но, конечно, мы же знаем, что дети посещают секции, посещают объединения по интересам в других учреждениях. Поэтому, естественно, что иногда надо и с семьей побыть. Ну, а мы, Елена, если честно, с удовольствием всегда ходим на школьную субботу, когда День здоровья. У нас такой, не знаю, может быть, активный класс. Но я вижу, что многие родители в 12-й школе, мы приходим на День здоровья, мы принимаем участие в кроссах. У нас в сентябре он проходит ежегодно. Мы прыгаем через скакалки с мамами. Поэтому, не знаю, но у нас с этим проблем нет. То есть мы всегда с удовольствием. Стало быть, Наталья, мы можем посоветовать родителям приходить в школьную субботу вместе с детьми. И это будет семейный школьный день. Суббота. Прекрасно. Кстати, проведенная. Ну что ж, уважаемые гости, я благодарю вас за компетентный ответ, за интереснейшую беседу. Благодарю телезрителей за то, что они так много пожеланий высказали и вопросы успели свои задать. Ну а в финале я хочу поздравить наших ребят с учебным годом. Пусть в этот новый учебный год принесет вам только новые прекрасные радостные события. Пусть он будет отмечен вашими новыми успехами. Девчонки, давайте всем зрителям скажем, как мы умеем. Здравствуй, школа. Три, четыре. Здравствуй, школа. Субтитры создавал DimaTorzok